Спонсор программы компания электроцентра наладка И тем самым вооружает дорогих интернет-ТВ зрителей отформатированными смыслами Каждым днем все радостнее жуть В наших интернетах и или империушке, несмотря на, казалось бы, период повально отпускной сиесты Сорокин и Пелевин давно пройдены, идет сплошной Салтыков-Щедрин и уже местами начинается гуголь Отчетная неделя наблюдений стартовала с питерского экономического форума Который сразу обозначил ключевые тренды недалекого будущего Хлеба будет все меньше, зрелище за дополнительную плату, вероятно, и не одну Особенность российского экономического форума в том, что форум есть, а экономики нет А вообще все, что нужно знать об этом форуме ежегодной пафосности, выражено одной картинкой Ладно, двумя Европу и мир мало тронуло культурно-столичное форумное гостеприимство И раскатами грома грозовых стихий над Россией ударило и по госимуществу РФ В Бельгии, Австрии, Франции и далее эффектом домино Вместо апелляции на решение судов об аресте имущества Россия направила в суды Бельгии, Франции и Австрии решительные протесты Сергея Лаврова МИД РФ заявил, что Москва может принять ответные меры в связи с арестом активов Ну да, например, продать Сибирь китайцам Добивали пафос наших управленцев эти неблагодарные европейцы уже правлением санкций Но народ наш может быть всегда уверен в достойном асимметричном ответе Госдепу Вся махина, ответственная за сектор госкреатива, изобретает, что на этот раз должны перестать потреблять россияне От запрета шоколада, кофе и вот бы еще Рубенса выкинуть из Эрмитажа до импортных товаров вообще Ну а как еще импорта заместить тут все и повсюду согласно указам президента Только ковровыми банами хамонов-пармезанов-то яркими желтыми звездами на каждой единице просочившегося в страну импорта К примеру, оборонный член комитета Госдумы предлагает маркировать товары компаний, которые что-нибудь когда-нибудь делали для Третьего Рейха Если БМВ производили самолеты, бомбящие наши города, наши граждане должны об этом знать и нечего этого стесняться, добавляет Журавлев Однако сам господин Журавлев из Единой России или пока не застеснялся своей БМВ, или ожидает законных оснований Заместительной терапией предметов безудержного употребления в России будет любовь к отечеству, пусть даже в самых неожиданных его проявлениях Ростуризм создаст линейку парфюмов ароматов регионов страны Чечня заманит туристов парком аттракционов Пожалуй, единственный, кого необычайно приободрил питерский форум, это и был Рамзан Кадыров Сам он закрывает свой инстаграм от всяких дармоедов и бездельников, а его Минкавказы заявили, что лозунг «Хватит кормить Кавказ» потерял актуальность Как именно Кавказ теперь будет кормить Россию, глава Министерства по делам Северного Кавказа еще не разъяснял На примере рабочих визитов премьера Медведева по регионам мы можем наблюдать, как Ростуризм совместно с Росдорожниками создает линейку туристически привлекательных городов России Заселенных добрыми работящими россиянами, устилающими дороги, коврами нового асфальта под все 26 машин кортежа премьер-министра Параллельные же миры наших духовных скреп также активировали деятельность по высказываниям Всеволод Чаплин выразил надежду, что спокойствие и мир скоро закончатся, по его мнению слишком комфортная и спокойная жизнь вредит обществу Патриарх Кирилл считает, что национальной идеей России на протяжении многих лет является достижение святости Стоит только посмотреть, какие красивые названия у законов стали в последнее время Закон подлецов, закон садистов, закон о заблении, становится понятно, что да, мы русский народ невеселый Вслед за депутатами отчаянно законодательного органа нашей страны подоспели и свежие замеры мнений россиян о роли санкций в могуществе державы И о проблемах кибер-унижения в интернете Россияне из соцопросов это вообще какой-то особенный народ Например, они с воодушевлением желают без пармезана и хамона и дальше жить И в общем и целом солидарны с возмущением главы Якутии тем, что не вступая ни в какие союзы писатели, пользователи интернета пишут, что хотят В ожидании внесения Госдумы в УК РФ статьи «Публичное злорадство над органами власти» обратимся к экспертам сегодняшнего выпуска программы Замечает ли реальный мир IT-отрасли виртуальные и загнодательно-политические озабоченности всем и вся? Спасет ли нашу державу глобальный мир интернета и технологий? Для того, чтобы разобраться, происходит ли что-то страшное в нашей IT-отрасли, как нам об этом рассказывают в новостях Мы сегодня пригласили непосредственно профессионалов своего дела Гости студии сегодня Владимир Старков, директор компании «Информационные системы» и «IT-инсайт профессионал» Евгений Харахорин, генеральный директор российского офиса «Автономик» В принципе, рабочая какая-то тема Будут ли работать все те механизмы, которые пытаются прописать в этом законе? О запрете выдачи информации о частном лице всеми поисковиками, которые у нас есть в стране? Ну, я думаю, что на самом деле ничего невозможного нет и вполне это задача решаемая То есть, если кто-то захочет что-то запретить в выдаче, ее запретят Не будет выдаваться какая-то картинка, какая-то ссылка на статью и так далее Насколько облегчится интернет, весь объем интернета, благодаря тому, что какие-то белые страницы вместо цветных, красочных информаций? Нет, я, честно говоря, скептически отношусь, что там удастся заблокировать какое-то гигантское количество информации Потому что сайты появляются и закрываются с большой скоростью И растут, увеличивается их количество гораздо быстрее, чем они умирают И информация с одного источника моментально переходит на другой и так далее Я на самом деле не могу представить саму систему, которая будет заниматься выискиванием этих, скажем так, вещей, которые нужно заблокировать То есть кто будет этим заниматься, как это будет реализовано, для меня это пока непонятно совершенно Наверное, частные лица, которые увидят о себе информацию, которая им не понравится У нас там был смешной пример с Валерием Сюткиным и энциклопедии Луркмор Нашла маму Валерии Сюткиной информацию, которая ей не понравилась, что же заблокировали Теперь вот сайт решил немножечко приостановить свою деятельность в нашей стране Ну вы представляете, значит, кто-то будет целенаправленно сидеть с утра до вечера Выискивать информацию о себе, либо о своем клиенте И писать эти письма, запросы и так далее Я могу так сказать, что в первую очередь мы на самом деле говорим о механизме удаления информации Это не означает, что все 100% граждан РФ должны пойти и тут же себя запретить Но это означает, что если у тебя вдруг есть информация, которую ты по какой-либо причине хочешь откуда-то изъять У тебя такой механизм есть А дальше можно просто для примера посмотреть, как это сделано сейчас блокировкой через Ротовестр И это настолько просто и тупо в лоб, что она работает как нож А вот эта вот опасность? Пришел запрос отключить его, я не знаю, ключевым словам, дальше растранслировали всем поисковикам Это страшно показалось только Яндексу Там была угроза, что в первом чтении, когда приняли этот закон Любому сайту, который содержит у себя механизм поиска информации по контенту сайта Грозит непосредственно общение с частными лицами, которые желали бы удалить информацию Впоследствии, возможно, и с судами Насколько это, в принципе, грозило замедлить работу организации? Ну, смотрите, то есть любой закон, который требует технического внедрения Это, на самом деле, огромная сумма как времени, так и денег и ресурсов, которые приходится потратить на то, чтобы соответствовать законам Но при всем при этом надо уже понимать, что всякие Яндексы, Гуглы, Спутники, Мейл.ру и все, у кого есть поиск Они давным-давно стали с компаниями, которые представляют сервис Я, в принципе, не удивлюсь, если в какой-то момент всплывет, когда этот закон примут, что оказалось, что Яндекс стоит и на руку У Яндекса есть механизм, который вешается на любой сайт, который полностью модифицирует и делает твой сайт в твоем стиле, вернее, делает поиск Но средствами Яндекса за небольшую копеечку в месяц А все блокировки там уже прописаны И я к тому, что многие сайты уже используют Гугл или Яндекс, на самом деле, неважно, для того, чтобы индексировать свои сайты А зачем изобретать велосипед? У тебя все механизмы есть И вопрос переключения просто поискового движка, ну это вопрос желания или нежелания того, кто это поддерживает Ну то есть мы можем иметь дело с накачкой какой-то соответствующих настроений, атмосферы А просто где-то тихонечко зашли какие-то лоббисты к законодателям и попросили там какие-то внедрить инициативы, чтобы развивать свой бизнес Не совсем, я еще раз просто попытаюсь, может быть, вычленить здравое звено Я не говорю, что это лоббируется, потому что кто-то на этом хочет зарабатывать денег Но то, что в определенный момент времени пересекаются несколько интересов То есть с одной стороны возникает потребность в фильтрованном поиске А с другой стороны есть компания, которая предоставляет эти услуги Это не значит, что одни лоббируют, а другой Это просто значит, что рынок есть А если есть рынок, на нем всегда появляются предложения И еще раз тогда скажу, что то, что есть дешевый способ добавления качественного поиска себе на сайт Это не означает, что людям не придется тратить время на то, чтобы это дело переделать Ну, в смысле, чтобы его добавить То есть действительно, да, там большие технические сложности Но писать поисковый движок с нуля в 2015 году, ну, это уже как изобретать колесо Кто-то на это пойдет просто потому, что это часть продукта, часть той системы, которую они оказывают Но для большинства все делается малой кровью Просто добавив там Google, Яндекс, спутник, все что угодно к себе на сайте через интерфейс взаимодействия То есть полностью готовый сайт будет иметь свое окошечко для поиска Которое, в свою очередь, будет дергать сержа какого-либо поискового там гиганта И после этого выдавать результаты в том стиле и в том виде, в котором сайт выглядит Пользователь, кроме там, может быть, баннера снизу, который за отдельные деньги, может быть, убирается Даже не заметит, что поиск сделан Яндекс, Майл Рута Это все реально И когда начинаются вот эти вот движения диванных аналитиков о том, что все это, это конец интернету Я уверен, что мало кто, в принципе, вдается в такие технические детали Да, еще там настроения, которые в СМИ бурлят о том, что вот одной рукой нам говорят про импортозамещение А другой рукой буквально вот душит российский бизнес Яндекс, это же чисто российская вещь, которой мы можем гордиться Если говорить вообще про импортозамещение, то есть то Яндекса работы только прибавится Поэтому кто пишет про то, что душит Яндекс.Бизнес, надо внимательно найти этого человека и посмотреть ему в глаза Да даже спутнику работы прибавится, потому что в госсекторах их начнут обязывать поиск, делать спутник Да даже не только в госсекторах Вы представьте вот саму систему Вот написали, вот вы владелец небольшого сайта какого-то, да? А вы вообще знаете, какую информацию там размещают у вас в форумах? То есть вы же не можете все 24 часа сидеть и просматривать всю информацию, которая у вас там есть Какие статьи там размещают? Ну, то что-то на единицы нужно расширять Конечно, конечно И хочешь, не хочешь, ты придешь в результате к тому, что вот о том, о чем Евгений сказал Использовать какой-то механизм для того, хотя бы чтобы проиндексировать правильно свои страницы Понимать, где там что находится И перейти, соответственно, на какой-то поисковой механизм Будь то Яндекс, Спутник, Гугл и так далее Ну и вот как раз плавно к кадрам и теме импортозамещения То есть работа найдется, специалисты нужны Да, да Работа найдется, специалисты нужны Есть статистика, да От Министерства по информатизации Российской Федерации Насколько я понимаю, конкретно от Министерства Никифоров В которой нехватка специалистов, по-моему, уже в ближайшие 5 лет или 18 или 20 год Там просто бешеная По сравнению с тем, сколько мы сейчас выпускаем за год специалистов Там действительно идет дефицит кадров уже через следующие 5 лет Мы даже на саратовском рынке отвечаем Саратовский рынок сейчас выпускает кадров меньше, чем требуется компаниям Вы провели масштабную IT-конференцию буквально вот-вот-вот на днях, на выходных в Саратове Цели, задачи Это были цели Или какая-то одна из задач Посмотреть, что сейчас происходит в отрасли Дать возможность специалистам Встретиться на одной площадке Или как-то еще кадры себе Приманивать, мотивировать, может быть, молодежь Да нет, скорее показать Евгений прав У нас было что показать Более того, хантингом никто на конференции не занимался Потому что среди организаторов конференции были представители нескольких компаний Скажем так, конкурентов компаний Поэтому это была договоренность сразу И мы хотели, прежде всего, показать, что происходит в Саратове в плане IT Какие у нас специалисты прекрасные Поделиться опытом Потому что IT-шник это очень важно Пообщаться с себе подобными Послушать хороших докладчиков У нас иногородние были докладчики Все докладчики были иногородние У нас не было ни одного Саратовского Вы хотели как-то поддержать своих саратовских? То есть посмотреть, что все на уровне Все или как-то федералам тоже показать местный уровень Местную планку? Ну, по большому счету, конечно Мы скорее больше хотели показать федералам местную планку Потому что как-то совершенно неожиданно оказалось, что про Саратов все забыли Вот это вот отсутствие какого-либо движухи Отсутствие больших конференций Отсутствие там выдающихся IT-компаний Которые в Саратове бьют о себе Причем бьют на федеральном уровне Приводит к тому, что тот же там Майкрософт Копчеллендж Который был для девелопов в этом году Саратов просто миновал Они проехали мимо по всем городам Там у них 38 городов крупных в России было И Саратова просто не было Хотя была Самара ближайшая Казань была Пенза, по-моему, даже была Да, была Пенза Саратова не было От чего это зависит? От того, что нужно себя показывать, трясти Или нужны энергичные какие-то люди, которые будут этим заниматься? Будут ходить во все двери, будут организовывать, собирать? Это не или, это и нужно трясти, и нужны энергичные люди Потому что это не взаимоисключающая вещь То есть, в принципе, нужно себя показывать Но какие цели мы ставили перед конференцией Это не столько себя показать Мы всегда и так успеем У нас до этого есть возможности Сколько зародить, наверное, такое вот Айтишное сообщество в Саратове Чтобы делать мероприятие, которое интересно людям Под людьми Мы поддерживаем, в первую очередь, специалистов, которые уже состоявшиеся Которые только выбирают свой путь, кем пойти работать И предприниматели, которые находятся иногда где-то на грани Вот вчера он еще был техническим специалистом А сегодня решил начать свое маленькое дело Но при этом какие-то вещи ему не знакомы Либо он ищет помощь Зачем это нужно? Затем, чтобы не делая таких движений в Саратове Мы получаем, на самом деле, упадок То есть вот если быть совсем честным То как выглядит система? Есть очень крутой технический евангелист Одна штука Из-за того, что он очень крутой Вокруг него создается сообщество Иногда бывает человек на 20, которые просто тянутся к нему Почему? Потому что он крутой Ну так всегда бывает Люди хотят с умными и толковыми людьми быть вместе Вокруг этих 20 создается еще в 200 человек сообщество То есть вот такая махина А потом этот крутой евангелист уезжает из Сарата Только потому что здесь движухи нет во всем мире Выбирай, ходи, куда не хочу Ну то есть ему элементарно не с кем поговорить И поддержать свой какой-то уровень, да? Да иногда даже послушать некого Так часто бывает И мы долго в своих IT-компаниях боролись с тем, чтобы люди перестали уезжать Это не вопрос зарплаты, поверьте мне То есть когда зарплата у сотрудника становится достаточно для того, чтобы не выбирать между Саратовым и Москвой То есть с учетом накладных расходов на проживание, транспортировка и все остальное То есть человек начинает выбирать именно условия жизни Ну а в принципе это же сейчас в принципе интернет, все общие там доступы Это вот как-то можно находиться, перенести свой офис тоже, чтобы сократить издержки куда-нибудь там на восток Засесть в Таиланде, да? И работать на какую-нибудь Америку Или опять же, вот Беларусь у нас как-то так неожиданно выстроила Вы на самом деле рассказываете больше про фриланс Евгений говорит про центр разработки больших компаний Это немножко две разные вещи все же, я убежден в этом Абсолютно верю Потому что Беларусь у нас как раз лидирует, наверное, все-таки в плане фриланса, я думаю, да? Я не соглашусь с тем, что Беларусь неожиданно выстроила Скажем так, может быть до нас донеслась эта информация, потому что раньше мы этого не знали Но IT-компании в Беларуси имеют настолько большой масштаб Настолько у них действительно правительство вкладывается в то, чтобы оставлять их у себя и развивать их у себя Я не знаю, как по российским меркам, но по Саратовскому у нас точно это ничего близко похоже А что важнее, это сама организация как-то людей, вот чтобы сообщество поддерживать на должном уровне Или это все равно необходимы какие-то меры, а что-то от администрации, от правительства, опять же от местных чиновников Получать какие-то преимущества, какие-то... Ну для начала чиновников хорошо просто знать, что у них есть программисты, что их много в Саратове Для начала мы просто их познакомили Следующий шаг, это на самом деле нужно поддерживать тех, у кого есть инициатива все это вести Потому что как и любое другое сообщество, совершенно не важно из какой тематики Само ПСЕ сообщество не выживает без лидера Люди всегда объединяются вокруг кого-то, кто это дело тянет, кто это дело развивает, кто это дело в свое время вкладывает И не только время иногда Вот здесь правительству на самом деле стоит, ну как бы, выявить таких стопы И уже с ними, наверное... И есть ли интерес кого-то в нашем правительстве к вам? Интерес есть, он появился после того, как мы заикнулись об этой теме То есть на самом деле, что интересно, что эта конференция, ну по крайней мере на нашем опыте Одна из первых, которая проведена вместе, ну при поддержке правительства и вместе с командой правительства Это многомесячная работа, которая была сделана совместно Правительство взяло на себя многие вещи, в которых оно лучше разбирается При этом совершенно не вмешивалось в ту техническую часть, в которую лучше разбираемся мы, да То есть не секрет, что мы лучше знаем, какие программисты выступят и соберут аудиторию Но при этом правительство гораздо лучше знает, как организовывать там операционную, условно говоря, административную Все такие вот большие мероприятия И здесь мы довольно удачно разделили зону ответственности То есть мы взяли на себя там контент-конференция Правительство помогло нам с помещениями, договориться там с Академией права Договориться там с какими-то ключевыми людьми и какими-то ключевыми компаниями Которые нужны для обеспечения там от жизнедеятельности, от безопасности до всего чего угодно Ну то есть здесь работал как единый механизм А с нас никто не требовалось ни в чем не ограничивали, не требовали там, не диктовали какую-то волю там политическую Ну и то, что касается ЮКОНа, да То, что касается ЮКОНа, было приятно, что правительство исполнило именно те функции, которые предназначены для чего То есть это помощь с помещением, с различными службами, там охрана, пожарная Ну да, вот эти все тонкости и так далее, вот то, что должно быть Да, и больше ничего Больше ничего, все остальное, вот был комитет, он занимался организацией, технической частью, докладами и так далее Правительство сделал еще один большой шаг на самом деле в помощи в организации конференции Они в качестве первых лиц привезли федералов российского уровня То есть у нас открывали конференцию люди, которые занимаются этим на российском уровне И это было на самом деле таким паровозом, который за собой потащил довольно большое количество людей, желающих поучаствовать То есть если мы привезли технических специалистов, которые могут собрать зал, то правительство еще и на открытие привезло хороших чиновников, которые в IT И за которыми поехали другие люди и компании То есть я думаю, что бы не собрали такую аудиторию, если бы у нас не был такой, условно говоря, список участников И настроение, как вы оцениваете, что вам удалось, что не удалось и будет ли что-то дальше брать планку выше, выше, выше? Ну мы оцениваем это таким образом То есть мы задали, наверное, начальную планку для первого мероприятия высокую Это не только субъективная оценка, это на самом деле то, что мы получили в виде обратной связи от посетителей Которых мы просто просили эту информацию присылать Многим понравилось, многие действительно ежемоментно выбирали между тем, куда пойти, какого докладчика послушать Потому что у нас было 4 параллельных трека, и бывало так, что даже 2 параллельных трека интересных пользователей приходится выбирать между тем Мы определенно планируем продолжать То есть, как мы и заявляли, это ежегодная конференция, в которой начало положено в 2015 году И в какой-то момент мы даже получили такой фидбэк от приглашенных докладчиков и людей По большому счету такие мероприятия нужно было делать 10 лет назад Рынок был уже тогда готов Но лучше поздно, чем никогда И то, что мы начало положили, это на самом деле очень сильный момент Очень большой задел на будущее Что хочется, конечно, хочется, чтобы мы все-таки с IT-компаниями, которые представлены на саратовском рынке Вошли в какую-то такую совместную коллаборацию, условно говоря Потому что сейчас пока еще многие относятся к конференции как к конкуренту А к конференции между собой конкурировать за внимание какой-то... Тяжело сказать, чего опасаются компании Но мы точно столкнулись, что не все заинтересованы в том, чтобы такие большие мероприятия в Саратове были А в чем может быть сопротивление? В чем сопротивление? Рекрутинг То есть поиск кандидатов Многие боятся потерять своих сотрудников И всячески борются за то, чтобы человек не выходил за пределы компании Не смотрел, что происходит за дверью Ну, такой вот простой способ Я могу сказать, что мы ее изначально делали как не конференцию конкретной компании А 8 человек-организаторов из 8 разных компаний Делают ее независимо для того, чтобы именно объединить программистов Мы не объединяем компании, мы объединяем программистов, которые есть в Саратовской области И целей получается Мы пытаемся достучаться до индивидуума, а не до компании целиком И, ну так уж, если вы хотите немножко подробностей То у нас, в принципе, были предложения Когда готовы люди были стать спонсорами, компании стать спонсорами При условии, что мы разместим или разрешим им разместить объявление в найме на конференцию Но нам пришлось отказаться То есть мы, как изначально выделили формат, что-то не хоринг мероприятий То есть мы не открываем двери и не даем возможности рекрутерам просто хатханскому заниматься Так мы до последнего старались держать Боязнь, мне кажется, немножко другого плана Даже вопрос не финансовый для этих специалистов А просто, ну, встречаются два человека, которые один работает в одной компании, другой в другой Вот на конференции большая вероятность, что они встретятся, разговорятся Вдруг кто-то расскажет, что у него там условия работы в компании лучше Кофе лучше, там турники лучше и так далее Да, и при двух там равных человек возьмет и перейдет в компанию, где ему понравится больше Мне кажется, вот это здесь больше играло роль То есть это проблема редких ярких звездочек, действительно крутых специалистов, которых в Саратове есть Конечно Чтобы их было больше необходимо как раз, собственно, проводить такие мероприятия Чтобы не были единичные специалисты, чтобы был какой-то вот прям стабильный, средний уровень 3000 человек на нашу сколько? В Саратове официально более 3000 человек занимаются в IT-отрасе профессионально Это не те, кто делают небольшие сайтики Это люди, которые работают в достаточно крупных компаниях, занимаются большими проектами Угу Я думаю, что для города, в котором меньше миллиона, это очень большой показатель Теперь давайте представим, как нам из 3000 человек получить 30 тысяч человек Ага, амбиции-то Ну, потому что есть уже спрос Спрос Угу, этот рынок диктует непосредственно потребление такого количества профессионалов и специалистов Да, на самом деле В России, которая, видимо, какое-то время сильно отставала от западных тенденций Сейчас начинается бум автоматизации разработки всего и вся Начиная от госсектора до каких-то инфраструктурных услуг До каких-то там молодых стартапов, которые имеют амбиции и выходят на этот рынок Сейчас реально будет Ну, тут не надо закадывать Тут можно посмотреть на то, как происходило развитие в остальных странах То, что я могу предвидеть, для этого ничего не надо просто проанализировать То, что количество программистов будет расти, а спрос будет расти еще выше Потому что уже сейчас нехватка каких-то базовых систем ощущается Их нужно будет закрывать Там тоже правительство начинает всякие внедрять какие-то единые базы данных Там вот эти пенсионные фонды, госуслуги Все, что с этим связано Электронная очередь, там все такое прочее Да, банковский сектор сильно уходит онлайн Всякие социальные сети начинают вводить Вокруг этого просто начнет образовываться экосистема Которая также потребует программистов, чтобы интегрироваться, автоматизировать, разрабатывать Там, получать своих клиентов Получать конкурентные преимущества Потому что не секрет, что именно там какие-то две компании могут отличаться наличием простых функций, которые реализованы Реализованы довольно просто, ну или в каком-то случае, наоборот, сложно Но конкурентная преимущество всегда приведет к окупаемости Больше на себя случаев Ну это, конечно же, невозможно удержаться от этого вопроса Политические какие-то процессы, которые у нас там происходят Они как-то способны помешать вот этим тенденциям? Или это будет отдельный какой-то виртуальный мир, там, по Пелевину, где-то на облаке? А рынок продиктует свое Рынок продиктует свое, только экономические факторы могут помешать Политические сильно вряд ли Экономические факторы, это когда вот некоторые компании Когда завтра у всех работы закончатся Вынуждены переносить свои там какие-то финансовые вопросы юридически За пределы юрисдикции Российской Федерации? Ну, смотрите, можно так сказать Многие федеральные, вернее, региональные бюджеты в этом году урезали И это означает, что количество денег, которое планировалось на автоматизацию Тоже пропорционально было урезано За счет чего можно сэкономить урезовый бюджет Выкинуть то, что якобы не нужно Ну, или не настолько приоритет Правильно? Ну, то есть процент госзаказа на рынке Он также для IT-сферы актуален Это относительно какие цифры? Я думаю, что он, если не актуален один к одному То его можно просто транслировать Для того, чтобы понять картинку Все компании живут по очень похожим шаблонам То есть есть список потребностей Есть бюджет, выделенный на год Ну, нужно понять, как в него вложиться И на чем можно сэкономить Понятное дело, что максимальное количество денег сейчас тратят Именно в IT-компании, которые продают свои услуги Ну, или с помощью IT продают свои услуги Начиная от электронной коммерции Электронные деньги Какие-то сервисы, без которых уже становится тяжело обойтись Они будут продолжать расти Они будут продолжать вкладывать деньги И нанимать людей Потому что они зарабатывают на этом денег Казалось бы, совсем глупо Прекращать развитие своего бизнеса Если он тебе приносит деньги Но компании, у которых условно говоря IT-шная инфраструктура Это всего лишь дополнительный сервис Они в большинстве случаев Выбирают опцию сэкономить И если в стране начнется экономический спад А он на самом деле Признаки его, к сожалению, уже видны То вот это может повлиять на Сокращение развития Замедление развития Не сокращение, конечно А политические вещи могут Чтобы способствовать экономическому спаду Ну, если заглядывать в будущее Там у нас отрицательные какие-то сообщения и мемы Говорили про интернет 2018 Вот ваше видение, прогноз, картинка Отрасль 2018 Ну, у меня на самом деле Очень замечательная картинка Потому что вот этот парадокс Саратова Я с ним сталкивался достаточно давно Когда приезжаешь в Москву И там не знают, что в Саратове есть программисты И так далее А сейчас стали обращать внимание Именно на саратских специалистов Потому что Смотрите, какой перекос у нас существовал До этого времени Все заказы фактически делались через Москву Поэтому лучшие специалисты пылесосились И уезжали в Москву Дальше все эти заказы спускались вниз И они исполнялись Теперь этих заказов просто становится меньше От государства в том числе Понимаете? А саратовские компании Саратские эти компании Они изначально, скажем так Не занимались этими госзаказами в основном Они работали сразу на запад И теперь у саратовских компаний Наоборот, мне кажется Появляется шанс работать в том числе И на российский рынок Потому что Ну уже все есть Все запрограммировано Все продукты созданы Опробованы на мировом рынке Берите и замещайте Это у меня очень хороший прогноз На самом деле Разделяйте Ну я может быть покомментирую В дополнение к тому, что Владимир сказал Если говорить про интернет Или вообще технологии времен 2018 То это в первую очередь Повсеместно доступный интернет везде Под этим подразумевается то, что сейчас называется Интернет вещей Это вот парадигма, когда Не просто человек обращается к компьютеру Для того, чтобы там Заменить бумажную почту на электронную На самом деле то, с чего начиналось Или посмотреть прогноз погоды Потому что тоже быстро А интернет становится Переходит из разряда Развлекательных информационных услуг Он переходит в такой некий Канал Вокруг которого строятся Сервисы для жизни Вот ключевое слово Сервисы для жизни Не скромно Не скромно Сейчас просто это Очень популярная тенденция Во всем мире И она все больше и больше Приходит в Россию И то, что я вижу Там Развитие Огромнейшее Плюс к этому Мы тут Недавно получили Информацию От аналитиков Не знаю Насколько ей можно верить Но есть такая теория Что В 2020 году 95% Это всего через пять лет Пять Я в камеру покажу 95% систем Которые Обслуживают бизнес Будут написаны в течение этих пяти лет Следующих пяти лет Значает Что они еще не написаны совсем То есть Парадигма меняется Все будет переписано Если не с нуля То будут созданы совершенно Новые сервисы Которые Принесут Новый потенциал Новые возможности А если теперь представить Что это все Мы говорим По большому счету Не просто в масштабах России Здесь все законы Совершенно одинаковые Они начинают работать По всему земному шару Везде Где проникает интернет Где начинает расти уровень жизни До состояния Когда человек покупает Смартфон Который имеет доступ в интернет Когда через интернет Компании понимают Что можно осуществлять Услуги Продавать Все что угодно Это захватывает Весь мир Повсеместно Да, есть те Кто прошли это дело первыми Есть те Кто сейчас идут во втором эшелоне Наверняка еще появятся Те до кого это еще не дошло Но Лавину не остановить И количество Услуг И спрос на них Он будет расти Просто колоссально Мы это точно видим Точно знаем Потому что Активно общаемся Со всякими Европейскими Американскими Аналитиками В том плане Куда все это движется И пока их прогнозы Сбываются Сбываются Будет расти количество Онлайн продаж То что они говорят Будет расти количество Сервисов Будет расти количество Программных продуктов Которые будут Рождены вот в эту пятилетку Угу Почему? Потому что Ну тут даже Как бы подтверждение Очень простое У многих Крупных компаний До сих пор настолько Старые легоси системы Которые были написаны Там Не знаю В промежутках От семидесятых до девяностых И они сейчас Если не переписываются То хотя бы просто поддерживаются На плаву Но Парадигма меняется Парадигма Общения пользователя С компьютером Пользователя С поставщиком услуг И вообще пользователь С пользователем Она на самом деле Настолько кардинально Поменялась вот за эти десять лет Что Хочешь выжить Придется переписать Что ж И снова мы Нашим дорогим интернет-ТВ Зрителям доказываем Что будущее Есть В него можно смотреть Оптимизм И текущие Процессы Настоящие Говорит нам об этом Ну и от себя добавлю Завязывайте Со стикерами В одноклассниках Не вкладывайте Да Все свои средства Спасибо большое За сегодняшнюю беседу И финальная открытка сегодня Каала Паэльи недели В очередной раз показав Дорогому интернет-ТВ зрителю Что будущее есть Его не может не быть Программа Репост Прощается с вами До следующей недели Смотрите нас каждую среду Сразу после прямого эфира Открытого канала Или в любое удобное для вас время На нашем сайте Спонсор программы Компания Электроцентра Наладка Спонсор программы